Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Доктор Дулитл». Приятного просмотра! Маленькому Джону Дулитлу собака объясняет, почему они друг другу обнюхивают попы. Наслушавшись питомца, Джон решил понюхать попу директора школы. Папаша понял, что с сыном нужно что-то делать, и позвал священника. Святой отец должен был изгнать беса из мальчика, но собака защитила хозяина. Больше у Джона собаки не было, также с тех пор он перестал разговаривать с животными. Как и хотел папаша, Дулитл вырос нормальным, завел семью и стал таким же тираном, как и его отец. Он требует от дочери, чтобы она общалась со сверстницами в лагере, а не возилась со своими опытами и яйцом лебедя, как сейчас. Животных Джон больше не любит. Он работает врачом в клинике, которую хочет выкупить крупная корпорация. По этому поводу будет проводиться конференция, и Джону из-за нее придется пропустить пикник с семьей. Проводив родных, врач получает задание – найти сбежавшую из клетки морскую свинку и присмотреть за яйцом. Свинку наш герой решил ловить при помощи мышеловок. Она же залезла на Джона сверху, пока тот спал, и очень напугала его. Врача вызвали в клинику посреди ночи, потому что пациентка в очередной раз объелась крабами. На обратном пути мужчина отвлекся и чуть не сбил собаку. Та немного полежала на асфальте, а после встала и отругала Джона, чтобы тот смотрел, куда едет. Он опять понимает язык животных. Главные врачи клиники встретились с мистером Кэллоуэем. Он предлагает им сделку на 4 миллиона долларов. Джон отвлекся на разговор о хлебе и сырных чипсах, за которые борются голуби и белки. Дулитло стало не по себе, и он тут же покинул встречу. Теперь нужно отвезти морскую свинку дочери. Он сам того не заметил, как начал обсуждать с животным погоду. Врач снова чуть не попал в аварию. Свинка также удивлена, что понимает человека. Джон спорит с питомцем на глазах у прохожих, и те подозревают, что водитель нездоров. Он решил оставить клетку со свинкой просто посреди дороги. Но совесть не дала Джону бросить животное на обочине, и он сразу вернулся за разговорчивым грызуном. Правда, закрепил клетку на крыше машины, чтобы не слышать свинку. Но вредина начала петь и донимать своего хозяина. Семья заметила, что Джон странно себя ведет, и постоянно поглядывает в сторону свинки. Вечером Джон надеялся наконец расслабиться с женой. Но тут к нему обратилась сова, которая сидела на ветке. Птица успела заметить, что человек понимает их речь, и прилетела, чтобы попросить Джона вытащить из ее крыла ветку. Сова поблагодарила его и улетела. А вот мужчина опять ведет себя странно. В панике он закрывает все двери, но внутри все равно попали ворона и енот. Они такие разговорчивые. Снаружи опоссум и скунс тоже от него чего-то хотят. Джон решил валить из леса прямо посреди ночи, снова оставив свою семью. Дулитл позвонил коллеге Сэму, чтобы сейчас же с ним встретиться в больнице. В мусорном баке Джон увидел двух ругающихся и дерущихся крыс. Хулиганы еще и на человека наехали. Ты что сказал, урод четырехглазый? А ну подойди. Что, поджоги трясутся? Томография не показала каких-либо отклонений. Откуда же у него тогда голоса в голове? Возможно, это последствия стресса от того, что он чуть не сбил собаку. На следующее утро Дулитл увидел того самого пса, которого привезли в приют к остальным бродячим собакам. Дворнягу уже вели на усыпление, но Джон спас ее. Однако он все равно оставил животное посреди улицы. Хитрый пес начал притворяться, что ему плохо, и Джон привел его в ветеринарную клинику. Другие собаки прикалываются над своими хозяевами, а одну чересчур активную овчарку тащат на кастрацию. Когда ветеринар собрался померить псу температуру, тот закричал, что просто симулировал. Но было уже поздно. Песик скулит и просит вытащить градусник. Все обсосало. Жопа заглотнула. Ветеринар проверил, и действительно, градусник исчез. Ну вот, теперь лохматого бедолагу ждут куда более острые ощущения. Джон снова выгоняет пса из машины, как бы тот не пытался давить на жалость. Мужчине позвонила дочь Майя. В этот момент собака вернулась и громко залаяла. Майя подумала, что отец подарит ей собаку. Вот почему он их покинул вчера посреди ночи. Саму девочку привезли в детский лагерь. Она очень обрадовалась своему новому другу Лаки. Один, довольно смешной с термометром. Ты здоров, интересуется жена. Ведь это так не похоже на Джона. Вообще, девочка предпочла бы уехать домой с Лаки. Но отец настаивает, чтобы она осталась и нашла здесь друзей. Вечером сова собрала кучу животных и рассказала им о необычном человеке, который понимает их речь и способен помочь им. Лаки не дает хозяину уединиться с женой. Его разговор с собакой Лиза слышит как лай. Вдруг позвонили в дверь. Это три овцы. А еще по дому бегает стая уток и коза. Приходится соврать жене, что к нему пришел коллега. И женщина обиделась на него. Вдруг проснулась старшая дочь. Но в туалет ей сразу не попасть. Его занял Лаки. И птицы, которых пришлось спрятать за душевой шторкой. В дом без спросу проникли овцы, собаки, поросенок и попугай. А после пингвины, куры и голуби. Что поделать? Дулитл взялся за лечение. Причем приходится решать и проблемы в голубином гнезде. Голубок заглядывается на чужие грудки, что совсем не нравится его голубке. У капуцина проблемы с алкоголем. А ведь всем известно, пьяная мартышка – это позор. Терьер же чересчур зациклен на своем мячике. Внизу Джона ждал конь. У него испортило зрение, и его гонят из полиции. Делу помогли очки. Мартышка так и напилась, и выпустила тигра из клетки. Хищник в депрессии, и забрался на высокое здание. Бесстрашный доктор подошел к нему, и просит не делать резких движений. Тигр жалуется на плохое самочувствие, и удивляется, почему этот человек хочет ему помочь. Джон просит довериться ему. Если он не сможет помочь тигру, то позволит сожрать себя и лаки. На следующий день Дулитл занят тем, что изучает анатомию кошачьих. Также он напоминает Марку, как они начинали. Горели на работе, и хотели помочь как можно большему количеству пациентов. Вот вчера вечером к Джону пришло то самое упоение работой. Его черствость куда-то пропала. Джон позвонил знакомому ветеринару. Оказывается, это он автор книги, которую читает Дулитл. Он советуется с доктором, но пока так и не понял, чем болен тигр. Джон так увлекся его лечением, что забыл о важной встрече. В то же время в его доме зависают самые разные животные. Одной из вредных крыс стало плохо. Вторая просит спасти товарища. И просит забыть о том, что они грозились заразить Джона чумой. Жена и коллеги застали его как раз во время осмотра грызуна. Прямо сейчас у крысы остановилось сердце. Придется применить искусственное дыхание. Люди кривятся от отвращения. А второй крыс называет врача извращенцем. Но это не важно, он борется за жизнь. Это просто кишечные газы, радостно объявляет Джон. Ему пришлось посетить психиатра, своего однокурсника. И тот в шутку предлагает поговорить с его котом Фрейдом. В итоге Джона оставили в клинике на 10 дней. Местная белка предлагает ему достать все, что угодно, в обмен на таблетки. Психиатр подключил Орангутанга к осциллографу. Он хочет, чтобы Джон вызвал у обезьяны эмоции во время их якобы беседы. Наш герой пытается договориться с Орангутангом, но тот молчит и только кривляется в ответ. Джон слишком поздно понял, что обезьяну привезли из Мексики. И она говорит на испанском, а не на английском. Марк приехал к Джону. Если его не будет на пресс-конференции, то сделка сорвется. Сам доктор скучает по семье. Он позвонил домой. Но трубку сняла морская свинка и обвинила мужика в покушении. Она нашла мышеловку за холодильником. Тигр разочаровался в докторе. Наверное, он уже не приедет. А ведь ему становится все хуже. Лаки прибежал к хозяину, чтобы устроить ему побег. Тигр совсем плох. Но Джон обвиняет во всех своих бедах пса. Мол, из-за него он снова начал разговаривать с животными. И прогнал своего питомца. Джон просит психиатра отпустить его домой. Мол, он просто переутомился на работе. И если бородач разрешит ему сейчас уйти, то Джон умолчит, что в его ящике хранятся трусики-стриптизерши. Кот уже успел его сдать. Дулиттл вернулся домой. Младшая уже покинула лагерь. Она так и не вписалась. Джон игнорирует животных и делает вид, что не понимает их. Доктор пытается вернуться к привычной жизни. Майя рассказывает дедушке, что верит в то, что папа умеет разговаривать с животными. И даже обрадовалась этому. Ведь получается он странный, как и она. У девочки с отцом такое же недопонимание, как было у Джона со своим отцом. Дедушка признает, что ошибался, когда растил сына. В машине Джон убеждает дочь в том, что нет ничего плохого в том, чтобы быть странным. Доктор сам прислушался к своим словам. Нужно быть самим собой. И признался Лаки, что любит его. Чем довел пса до слез. Джон пробрался в цирк и выкрал тигра, чтобы сделать в клинике анализы. Когда охранники заметили похитителя, они тут же вызвали полицию. Прямо сейчас начнется конференция. Коллеги выглядывают Джона. А Майя притащила с собой морскую свинку. Кэллоуэй готов подождать еще всего 10 минут. Свинка заскочила в туалет. И ее решила смыть в унитаз любительница крабов. Дулитл доставил тигра в клинику и совсем не спешит на пресс-конференцию. Коллеги его застали в лаборатории. Но не одного, а с тигром. И тут же пустились на утек. Марк хочет сбагрить Джона обратно в клинику и поделить бабки на двоих. За такое предложение он был отправлен в нокаут. Дулитлу нужно проводить срочную операцию. Но в операционную они могут попасть только через помещение, где проходит пресс-конференция. Тигр был спрятан на каталке с Марком. Но хищник увидел морскую свинку и отправился на охоту. Джон берет ситуацию в свои руки и объясняет, что тигр очень болен. И он в любом случае сейчас его прооперирует. К зданию клиники подъехали полицейские. Но животные устроили митинг и не пускают копа внутрь. Джон приступил к операции. А его отец убеждает Лизу, что муж действительно знает язык животных. Он всегда считал, что это отклонение. Но на самом деле это дар. Дулитл признается, что проводил подобную операцию на мозге лишь однажды. И то на трупе. Процесс снимают журналисты, которые были приглашены на конференцию. Тигр жалуется, что боится. Лиза подошла и погладила огромному хищнику лапу, чтобы успокоить его. Джону нужно срочно найти тромб. Иначе тигр умрет. Хирург справился. И полосатый тут же сообщил, что боль пропала. За процессом также наблюдали и другие животные. Единственная, кто осталась недовольна таким исходом, морская свинка. Мистер Кэллоуэй поражен мастерством дулитла. А тот уже передумал продавать клинику. Вот-вот должен вылупиться лебеденок. Но вот беда. Оказалось, что Майя все это время провозилась с яйцом аллигатора. Мама. Ну нет, я тут ни при чем.